26 июня – Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Днем раньше Центральная библиотечная система номер 2 Северного округа столицы провела антинаркотическую акцию «Жизнь без наркотиков». В этот день во всех библиотеках округа прошли мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. В 2010 году библиотека имени Короленко стала окружным информационным и координационным центром по профилактике негативных явлений и наркомании среди детей и подростков. В рамках акции в библиотеке прошел окружной семинар «Знания против страха», раскрывающий формы, методы и пути взаимодействия в борьбе с наркозависимостью. Такая форма работы обязательно должна проводиться, потому что люди на местах, люди в библиотеках должны знать реальную ситуацию, реальную опасность и уже в своей работе делать определенные выводы и устремляться к определенным целям, а сегодня цели поставлены. В библиотеке централизованной системы номер 2 уже давно занимаются проблемой наркомании. По округу проводились лекции и диспуты, обзоры книжных выставок, спортивные соревнования и уроки здоровья. В библиотеке номер 257 в этом году подготовлен в проект «Здоровые дети. Наше будущее». 197-я библиотека ознаменовала акцию круглым столом под названием «Наркотики не в моде». Три года назад на базе этой библиотеки по инициативе неравнодушных родителей была организована солнечная гостиная, где регулярно проходят встречи со специалистами. Встречи приходят с юристами, проходят с психологами. То есть именно мы работаем с теми детьми, которые, ну как вот сказали, из неблагополучных семей или те, которые что-то потеряли в этой жизни. То есть вот мы им помогаем, и я говорю, что вот такая тема для моей библиотеки – это очень и очень важна. Плюс еще у нас рядышком есть интернат сколиозников в 76-й, это там дети с больными позвоночниками, и они там живут в этом интернате. И только на субботу-воскресенье попадают домой. И вот наша работа с ними, правда у них тоже это очень хорошо налажено, у них психологи свои, тоже у них врачи свои. Ну вот совместная книга плюс лечение, плюс обучение – это очень-очень полезно. Я теперь хотя бы даже знаю, с чего начинать и чем заканчивать нашу работу. Центральная библиотека округа разработала проект «Антинаркотический марафон». Он представляет собой комплекс мероприятий, направленных на укрепление антинаркотических установок, пропаганду здорового образа жизни и снижение степени зависимости подростков и детей от вредных привычек. Основной целью проекта является формирование навыков здорового, безопасного образа жизни. Для реализации проекта поставлены ряд задач, среди которых организация индивидуального досуга детей и подростков, проведение культурно-массовых мероприятий, участие в окружных районных антинаркотических акциях, а также создание фонда материалов, где будут собраны новейшие методики проекта и литература по профилактике наркомании. Вот почему, собственно, сегодня шла презентация этого наркотического марафона, потому что, по сути дела, всю свою работу мы такую очень активную, координированную с начала этого проекта. А до этого была большая работа проведена психологической службой, ну и отдельные мероприятия в каждой библиотеке по этой теме всегда проводятся и проводились. Теперь мы более системно, более комплексно к этому будем еще, и еще более системно, и еще более комплексно, и во взаимодействии с различными организациями округа и Москвы. Семинар проходил при поддержке Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве. В качестве приглашенных на семинаре присутствовали работники библиотек Северного административного округа, учреждения образования, а также домов культуры. Презентация проекта подкреплялась докладами специалистов. Своим опытом делились психологи, врачи, юристы и писатели. Самые тяжелые года для нашей страны – это год 1999 и год 2000. Именно в эти годы произошло резкое снижение возраста первых проб наркотиков. Фактически возраст опустился до 11 лет. И появилась уже в 2000 году шокирующая информация, что дети начали прибегать к наркотикам в возрасте 6-7 лет. Одной из важнейших задач библиотеки является работа по повышению уровня информированности подростков в вопросе профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни. Информационные возможности библиотеки способствуют полноценной помощи подрастающему поколению становлению личности, помогают создавать социокультурные условия для духовного, познавательного и культурного развития детей и подростков, позволяют сформировать навыки здорового образа жизни. Победит наркотерроризм в России.